Вот здесь под нами происходит очень загадочное действие под названием арт-медиация. Это фирменная процедура галереи Диди, где все открытия вернисажа очень отличаются от открытий в других галереях. Вместо обычного фуршетного забега в ширину, мы здесь видим полноценное знакомство с автором произведений, зритель может понять, что там в душе у человека, который это непонятно и нарисовал, ну и художник увидит своего зрителя в получию. Продолжение следует... Здравствуйте, меня зовут Дина Икерсон, я художница из Израиля, родилась в Петербурге, переехала в Израиль, когда мне было 7 лет. Живу в Тель-Авиве, или точнее в Яфу, это южная часть Тель-Авива. Сейчас я очень рада, что я смогла все-таки выставить мои работы в персональной выставке в галереи Диди в городе Питере, в мой родной город, где я родилась, куда я возвращаюсь раз в год, раз в два года. Работа – это живопись, в основном масло на холсте. Это какое-то смешение реальности и фантазии, моментов и ситуаций из жизни, в которых внедряется какая-то фантазия, какие-то сказки, какая-то мистика. Всегда точка оттолкновения – это что-то из реального мира, но потом я уплываю в какие-то другие места. Здесь есть работы, которые я рисовала после путешествия в Индию, или работы, которые... Вот даже есть одна работа «Дачник», это потому что я приезжаю сюда на дачу рядом с Питером. То есть все эти миры, в которых я живу, живут в моих картинах. Они разноцветные, экспрессивные. Да, вот, все, приходите. Выставка до 21 июля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Каждый раз в галерее Диди придумываешь новый довод в защиту авангардного искусства. В защиту от того типа обывателя, который все это принципиально не понимает. Например, первое возражение ему состоит в том, что именно авангардное искусство способно разоблачить так называемую социальную реальность, всю иллюзию, всю тщетность нашего существования. А вот сегодня на выставке Дины, который очень рано уехал из нашего солнечного города, чтобы заразиться этой монохромной палитрой, можно выдвинуть еще один аргумент. Именно авангардное искусство сохраняет живой цвет. Это ощущение яркой, радостной встречи с бытием. Да будет так.